Анатолий Сыромятников отмечает юбилей. 20 февраля бывшему первому секретарю Люберецкого городского комитета КПСС исполнилось 80 лет. В гостях у политика побывал Богдан Колесников. Первым секретарём Люберецкого горкома КПСС Анатолий Сыромятников был с января по август 91-го года. Перестройка в разгаре, а могучее советское государство с необычайной скоростью катилось под откос. Сыромятников не раз тогда получал выговоры от вышестоящих структур, в том числе за правду, которую говорил. «Развалиться Советский Союз просто так не мог. Это была подлость и преступление. Я надеюсь, что даже, может быть, при моей ещё жизни всё это дадут правильную оценку этим событиям. Сейчас-то уже всем начинает ясно, что газета правда, что писала, это была правда, а не то, что говорил голос Америки. Но было уже поздно». Последние полгода существования СССР Анатолию Васильевичу то и дело приходилось противостоять идеологическим позициям. Но, как убеждённый коммунист, он не перестаёт верить в светлое будущее. «Радует то, что если не удалось в масштабах страны, мне удалось это сделать в своей семье. У меня в семье коммунизм, блестящие отношения. Люди воспитаны так, как воспитывали коммунисты, молодёжь, подрастающие поколения, жена, дочь, внук с женой». Анатолий окончил Люберецкую школу номер один и техникум сельхозмашиностроения. Производственную практику проходил на заводе Ухтомского. В 18 лет ушёл в армию. В составе группы советских войск служил в Германии. «Я служил в Берлине самом, на обводе западного Берлина, на границе. Был радиотелеграфистом, начальником радиостанции, ну, на втором году средней мощности. Там же вступил в ПСС. Три года армии – это школа, это отношения, это становление мужчины». После демобилизации в Люберце на заводе Ухтомского вырос до ведущего конструктора. За успехи в работе, службе и общественной деятельности имеет десятки наград. «Самое памятное – это вы вручили мне молодому пацану 20 лет победы в Великой войне. Включалось это мы действующим воинам Советской армии. И орден знака почёта вручили на заводе Ухтомского, когда я работал, за освоение новой техники, внедрение новой техники». «Комсомол», «Партия» и «Завод» ему выдали путёвку в жизнь. По политической линии он прошёл путь от секретаря комсомольской организации до секретаря парткома завода. В середине 80-х был заместителем председателя Люберецкого горосполкома, затем первым секретарём горкома партии. Уже после распада СССР руководил управлением жилищно-коммунального хозяйства. «После развала Советского Союза самое тяжёлое было время по ЖКХ. Неплатежи, отключение электроэнергии, Чубайсовские, тепла. И вот всем этим занимался. Некоторое время поработал, потом опять прошли выборы. Пришёл на смену наша администрация, команда Акуратова». Анатолий Васильевич из администрации ушёл и реализовал себя в бизнесе. В 75 вышел на заслуженный отдых. Вместе с супругой ведёт дачное хозяйство, много читает. А к своему возрасту относится с иронией. «Самое главное не так, как человек внешне выглядит, а что у него внутри. С удовольствием бы ещё и побегал, но дороги, обстановка, видите, какая. Так что бегать не приходится. Но душа молодая, задор. Всё это есть, всё это присутствует». Секрет его жизнелюбия прост. Всегда следовать своим принципам, не изменять своим убеждениям, любить семью и родину. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Богдан Колесников, Денис Заугольников,